Всем привет! С вами Вольга Дуброва, а вы на канале Процветок. А я сижу в кусте лаванды. Зачем? Сейчас расскажу. В август месяц. И спрашивают, можно ли в августе месяца черенковать лаванду. Скажу, да. И можно черенковать ее, начиная с июня месяца и по сентябрь, в зависимости от погоды, до середины сентября, запросто можно черенковать. И насколько трудно выращивать ее из семян, настолько легко она поддается черенкованию. Поэтому построим наш рассказ так, что со сроками мы определились, что да, можно, это можно даже сказать лучшее время. Что нам понадобится, ну, чего не забыть. И потом покажу, как это правильно сделать наглядно. Но помните о том, что куст лаванды цветет очень длительно. И не следует брать черенки вот с этих, которые еще в бутоне. Не стоит брать черенки, которые уже осеменились с этих побегов. А какие же брать черенки? Надо найти, раздвинуть и взять черенок с того побега, который дал прирост и еще не одревеснил. Имеет зеленую окраску. Этот переход очень хорошо виден между, так сказать, ну, трудно назвать, что это древесина, но старой окраской стебля и молодым побегом. Потом мы будем его сажать. Режем-режем такие черенки. Получится ли из осемененного, либо цветущего побега черенок? Возможно, получится. Но лучше не тратить. Зря не обрезать куст лаванды, потому что цветочки нам пригодятся на другие цели. Либо на семена, либо на букетики, либо на какие-нибудь чаи. Или, например, лавандовый торт, пирожное сделать. Какие нам понадобятся инструменты? Понадобится острый секатор хороший, с хорошими лезвиями заточенными. Либо это будет острый нож. Затем, ну, естественно, понадобится куст, собственно, лаванды. Потом надо будет горшочки. Какие горшочки, но смотря какие у вас аппетиты и сколько мы нарежем черенков. Желательно, чтобы они были небольшие. Собственно, земля. Возможно, песок. Дренаж, я считаю, и не нужен. И приступим к черенкованию. Все, подготовились. Горшочки, земля, песочек на всякий случай. Может, кто-то любит усилить результат. Поэтому стимулятор образования корней. Ну, конечно, тут какая-то масляная, индолилуксная кислота. Грудь какой берем? Хороший. Правда, дезинфицированный. Лучше взять уже готовый. Не с грядки. На грядке всякое может быть. Хотя, бывают случаи, что из грядки вполне себе получается результат прямо там же под кустом. Но будем делать понадежнее. Что делаем? Хотите делать дренаж? Можете делать. Но так как я планирую потом поставить в теплицу, место какое должно быть достаточно освещенное, но не палящее солнечные лучи. Отверстий очень много. Видите, вот сколько отверстий тут. Море. Поэтому дренаж можно и не класть. Если горшок такой вот сомнительный, там с одной дырочкой, которая залипает, ножиком ее проделали, то тогда, конечно, насыпьте либо песочкой, либо керамзитом, что у вас есть под рукой, лишь бы был отток для воды. Горшочки готовы, земля готова. Можно сделать вот так. Насыпаем, насыпаем, уплотняем. Оставляем сверху для полива сантиметра полтора. Уплотнили. Один вариант. Кто-то любит понадежней. Не буду сопротивляться. Значит, насыпали, насыпали. Уплотнили по стеночкам. Решнее сыпали. Но уже оставили сантиметра три. Это два с половиной. Три теперь. Досыпаем сверху песочком, потому что в песочке, типа он такой вот стерильный почти, что нету там никаких лишних разлагающихся веществ, но все равно растение его рано или поздно найдет. Можно такой вариант. Можно вариант еще такой, когда вот у меня тут лишняя земля, для того, чтобы... Ну, вообще такая перестраховка-перестраховка. Когда в горшочке я такое показывала черенкование, ну, мне нравится тоже. Во-первых, манипуляции такие веселые. Когда в центре делается отверстие, вот сделаю здесь, и в него, в эту луночку, засыпается песочек. И потом туда вставляется черенок. И вот он растет, вот так вот растет. А потом, когда корешки уже образуются, то все это проникает в почву, и там уже питается, и так дальше. Проливаем, конечно же. Проливаем. Хорошенько проливаем, для того, чтобы промочилось основательно полностью. И, ну, хотя бы на неделю был заряд такой влаги. Потому что, конечно же, процесс черенкования – это всегда достаточное количество влаги, чтобы было как внутри объема горшочка, так и влажность присутствовала вокруг. Поэтому я понесу в теплицу. Ну, а в августе месяце, в принципе, уже влажность и так высокая. Но надо такое местечко, чтобы там было защищено, во-первых, от ветров, чтобы это была не северная сторона дома, более-менее тепло сохранялось. Укоренение черенков, которые взяты правильно, которые взяты с верхушечных, и, как я вам показывала, что вот здесь специально я взяла с частью, которая коричневая. Мы эту часть обрезаем. Вот, правильно, череночек. Половину мы так вот, вот так вот. Не надо бояться и обрезать целиться ножницами. Мы обшморгнули. Может, кому-то новое слово. Шморгать. И делаем косой срез для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения стебелючка. В этих местах, возможно, пойдут образовываться в каждой точке, где были присоединены листочки, которые прямо как, ну, практически иголочки еловые, будут образовываться, ну, сначала колюс, потом корешочки. И полностью эту часть, которую мы, не буду пугать, обобрали от листьев, туда отправляем. Еще раз смотрим. Коричневая часть видна на солнышке. Мы ее убираем. До половины делаем вжиг. Так, еще раз удостоверюсь, что срез все-таки косой. Вот готовый череночек. Шпук. Не хотите горшочки, и у вас большая задача на следующий год вырастить плантацию лаванды, можно в какой-нибудь ящичек. Высота его не должна быть сильно большой. Вы его можете просто вкопать, даже вот горшок можно вкопать в землю уровень с почвой, и так и оставить, так они уйдут в зиму. Единственное, что если вы оставляете в теплице, то надо все равно немножко их прикрыть. Ну, а в целом корни образуются через 2 недели вот у таких правильных черенков. И все равно надо забрать в более теплое помещение, в которое температура не будет опускаться ниже, чем мороз, градусов 5. Делаем дальше. Убираю окрашенную часть, обшморгиваю. Здесь собирается соцветие, но совсем милюпасенькое, поэтому я его вырежу и думаю, что ничего страшного, потому что сам черенок очень уж хороший. И таким образом мы делаем, делаем, делаем черенки. Точно так же можно посадить и сюда. Если мы будем делать черенкование где-нибудь позже, ближе к сентябрю, в сентябре месяце, произойдет ли укоренение, произойдет, только немножко позже. И тогда уже однозначно мы наши укорененные черенки забираем в помещение. Я считаю, что способ черенкования в августе лаванды великолепный, потому что сразу получается очень много материала. Хотите, как я вам говорила, можете, ох, полетел, для большего успеха окунуть в какой-нибудь укоренитель, и все будет хорошо. Здесь, вы видите, у меня лежит много всякого чего-то, такого непонятного, чудного. Что на путстве я еще хочу сказать в параллеле, собственно, черенкованием. Что? Вот мы подходили к кустику и делали там срезку нужных черенков, нужных частей. Параллельно не забудьте сделать обрезку, потому что лаванда относится к таким растениям, которые вроде бы и одревесневают, но древесина у них такая странная. Она не нарастает, не обновляется, как, допустим, у груши. И в этих стеблях затем появляются трещины за счет того, что влага туда в старые стволики закрадывается, потом морозобойно получается, потом по весне получается гниение, и потом куст в нижней части или в средней части выглядит вот так вот некрасиво. Вот видите, как некрасиво. Поэтому все вот такие вот побеги мы можем обрезать сейчас. Сейчас это у нас будет санитарная такая обрезка. Не бойтесь, что вы обрежете что-то лишнее, потому что лаванда хорошее растение, и она нам все простит, простит такую обрезку. Ведь цветы, цветение у лаванды наступает на побегах текущего года. Так что к весне все восстановится, она порадует нас своим цветением. И вот видите, не обрезали мы, не обрезали, запустили. И в этих вот местах, где старые побеги, они одревесневшие, и она вроде бы и хочет пробиться, но ей так тяжело, потому что мало питания совершенно, там только остался слой этих живых клеток, и невозможно растению развиваться. Поэтому смело вот такие вот побеги прореживаем, вырезаем, особенно те, которые уже повреждены и уже готовы помирать. С той целью, чтобы там не завелась инфекция, и растение было весной обрядным и красивым. И снова же, если вы не обрежете сейчас, в августе месяце, вы можете обрезать чуть попозже. Это будет способствовать тому, что растение будет зимой лучше продуваться, значит, не будет застоя там влаги, не будет в случае очень снежной зимы заломов, потому что такие части, они очень хрупкие, и на таких старых частях, вы видите, какие истонченные, изреженные побеги лаванды. Да, они душистые. Их снова же можно нарезать и в какую-нибудь подушечку запихнуть, ну, конечно, без этих твердых кусков, а то что-нибудь повредим себе потом. Вот таким образом. И напоминаю вам, что заходите в наши магазины, которые живые магазины, один в районе Комаровки на улице Куйбышева, а другой в районе улицы Кирова. Но и не забывайте заходить на сайт магазина про цветок. Сейчас там есть еще в наличии. Торопитесь, потому что было очень много различных сортов и видов лаванды. Осталось еще три штуки. Это сорт розе, который с очень удивительными такими вот, ну, просто воздушными, розоватого оттенка, даже не совсем похожими на лаванду, но это ничуть не портит, потому что все равно благоухание очень обильное от него. Затем сорт, который называется с таким названием Хит-Кот и Манстед. Все эти растения, они немножко разных сроков цветения, разной высоты, разной окраски, фиолетовая, голубая, вот такая вот розоватая. И, ну, я думаю, можно вот такой цветник лавандовый создать, а потом выбрать то, что вам больше нравится. Ну, вряд ли вы будете избавляться, поэтому заходите все непременно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч, ну и ароматных вам вечеров! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok